Яркие краски осени смешались с феерией праздника. Глушанский хуторок распахнул свои двери для всех, кто готов открыть свое сердце радости и веселью. Самобытный народный фестиваль «Ремесел» принимает гостей в 15-й юбилейный раз. С каждым годом желающих приобщиться к аутентичной атмосфере все больше. На сцене россыпь творческих коллективов из Бобруйска, Могилева, Осиповического, Глузского районов. Не обходится и без заслуженных наград. В преддверии Дня работников культуры грамоты и благодарности льются рекой. После праздничный концерт. Сюда собрались мастера не только из поселка Груши, но и всех безлижайших деревень. Здесь есть мастера своего дела по соломке, плетению из лозы, бондарьскому тену. Но основным и главным все-таки остается у нас гончарное дело. В 2016 году был присвоен статус районного. С 2018 года фестиваль уже со статусом регионального. Мы растем, я надеюсь, что мы выйдем на статус международного. Он набирает с каждым годом все больше и больше популярность. К нам приезжают и приезжают люди. Не только в рамках фестиваля приезжают и в будние дни, и с экскурсиями приезжают. Потому что у нас есть что посмотреть, нам есть что показать. Народный мастер Беларуси Юрий Бовда признается, гончарное ремесло – дело всей жизни. 54 года глина оживает под умелыми руками, ловко превращаясь то в увесистый кувшин, то в миниатюрный сувенир. Творец своих секретов не скрывает. С удовольствием делится тонкостями работы с молодежью. Я хочу достичь того, чтобы керамика не пропускала в лаву. Чтобы с нее можно было пить, кушать. Но при этом, при всем, получаются очень оригинальные рисунки. Здесь получается неповторимо. Если, посмотрите, если даже форма одинакова, то рисунок абсолютно другой. И вот здесь каждый человек при своем впечатлении или иллюзиях своих, он увидит свой сюжет по рисунку. А если вы захотите, чтобы я повторил это, это неповторимо. Это эксклюзив. От разнообразия разбегаются глаза. Украшения из бисера, дерева, вязаные игрушки и мыло ручной работы. На любой вкус и цвет приобрести что-то по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Творчество своих ребят продемонстрировала и Каменская специальная школа-интернат. Мы привезли сюда на Глушанский футорок выставку работ. Это все ручная работа. Делают наши детки под руководством руководителей, учителей. У нас есть работы из соломки, из дерева, из флазелина, из пластилина. То есть, кто на что гораст. Аппетитные баночки с медом – мечта любого сладкоежки. Палатка Бобруйского лесхоза – настоящая кладезь полезной продукции. Соты, банны, веники и березовый сок, тушенка из зубра, лося и косули, саженцы деревьев. Ассортимент поражает воображение. Мы рады, что представляем свое лесничество и свой лесхоз на данном мероприятии. Так как здесь собирается народ с окрестностей, с города приезжают люди. Даже есть люди из Минска, из Могилёва. Поэтому рады быть здесь. Глуша – не только живописное место на карте необъятной Беларуси, но и участник государственного проекта «Здоровые города и посёлки». Без хорошего самочувствия нет веселья, и жители это подтверждают на собственном примере. Площадка Центра гигиены и эпидемиологии сегодня представлена в нескольких направлениях. Мы пропагандируем цели устойчивого развития. Мы рассказываем про филактики инфекционных заболеваний. И для ребят, которые помладше, площадка активного досуга, где с маленьких лет мы учим ребят здоровому образу жизни. Гости с удовольствием лакомятся национальными блюдами и закупаются у мастеров на ярмарке, и наслаждаются праздничным концертом. Фестиваль в очередной раз наглядно показал – белорусская душа – самая широкая в мире. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.